Трансляции из Квебека, где проходит турнир Скейт Кеннеда. Мы начинаем эту трансляцию с выступления Каролины и Даниэля Эрман. Но не думайте, что мы забыли про Юлию Зловину и Алексея Ситникова. В следующей разминке мы вам покажем их выступление, как они откатались. Просто иногда трансляции налезают одна на другую. Итак, немцы Каролина и Даниэль Эрман. Даниэль Эрман 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, к сожалению, как в шпионских фильмах, где главный герой не должен подпускать, пусть даже и самую очаровательную героиню, на расстояние удара. Это может быть опасно. Так и здесь. По большей части расстояние между танцорами было слишком велико для танца. Как известно, ценится расстояние поменьше. Это были твизлы в их исполнении. Как вы видите, на твизлах в последнее время очень модно брать свободную ногу за конек, подтягивать, чтобы этот твизл был сложнее исполнять, чтобы он был уж точно четвертого уровня сложности. Здесь думается, что в этой поддержке тоже будет четвертый уровень сложности. Другая поддержка была, мне кажется, немножко передержана. Тут надо все очень четко считать по секундам. Если передержали, то могут и штрафной балл за это получить. Посмотрим, как там распорядятся судьи и многоуважаемый компьютер. Пара, как известно, достаточно молодая и практически неопытная, поэтому подвигов от нее никто не ждал. Сейчас нужно ориентироваться на результат Злобина и Ситникова. Хоть мы и не видели их катания, а еще увидим, но тем не менее результат, так или иначе я могу вам огласить, 68 баллов и 91 сотая. Это для них в произвольном катании нормальная оценка, в отличие от вчерашней, которая на 13 баллов была меньше обычного достижения. 42 и 28, получается 70 баллов они получились за свое катание. Действительно, дедакшн. КОНЕЦ КОНЕЦ